МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошедшая неделя в информационной повестке выдалась насыщенно. Если вы пропустили, чем жила Беларусь минувшие 7 дней, то в ближайшие минуты мы расскажем все самое важное и актуальное. В эфире телеканала «Звязда» информационно-аналитическая программа «168 часов». В студии работает Капитолин Зинкевич. Здравствуйте! Зверка данных в списках избирателей, обучающих курса для наблюдателей, волонтерские интенсивы и информационно-просветительские проекты. Беларусь все ближе к историческому дню. Выборам депутатов всех уровней до 25 февраля остается ровно 13 дней. Тем временем агитационная кампания набирает обороты. Кто из кандидатов в депутаты займет место в Нижней палате парламента и в советах всех уровней узнаем уже совсем скоро. С 20 февраля беларусы досрочно смогут додать голос за своих кандидатов. За ходом нынешней кампании в нашей стране по состоянию на 12 февраля наблюдают 27 790 внутренних наблюдателей и 200 человек международных, в том числе 188 от Содружества независимых государств. Вообще Беларусь не единственная страна, в которой в 2024 году проходят выборы. Президентские и парламентские кампании затронут 64 страны мира. Наибольшее число приходится на европейский регион. Так, с 15 по 17 марта главу государства будут избирать в России. А 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы прошли в Азербайджане. После подсчета 100% голосов победу на президентских выборах, набрав 92,12%, одержал Ильхам Алиев. С убедительной победой на выборах президента Азербайджана поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко. Азербайджанскому коллеге лидер позвонил вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым. Как раз в это время президенты двух государств общались в неформальной обстановке. 7 февраля глава государства с официальным визитом прибыл в Узбекистан. 8 числа в Ташкенте президенты сначала провели встречу в формате один на один, а после в расширенном составе уже с участием делегации. Тем для обсуждения между дружественными странами сегодня немало. Нам действительно есть о чем поговорить. От вопросов углубления межгосударственных отношений до взаимодействия двух стран в интеграционных структурах и на международной арене. Самое главное, что и Беларусь, и Узбекистан нацелены на равноправное, долгосрочное. И что в сегодняшних реалиях имеет особую ценность взаимовыгодное сотрудничество, без ненужных там внутренних барьеров и прочих вещей, сдерживающих развитие и рост государств. Мы заинтересованы в развитии Узбекистана, потому что мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу. Страну, с которой мы прежде всего должны развивать отношения. 40 миллионов почти человек, очень высокие компетенции. Те технологии, которые остались у нас от Советского Союза, что-то мы добавили, вы это знаете, мы готовы полностью переносить на территорию Узбекистана. Вот мы затянули время вдвоем обсуждая проблемы, говорили о развитии фармацевтики. Вот у меня аж два министра здравоохранения в делегации, где-то Владимир Степанович, вчерашний и нынешний, присаживайтесь, министры. Вот мы обсуждали фармацевтику. У Шавката Мирамоновича блестящее отношение с Китаем, даже лучше, чем у нас. С Индией, со всеми вот этими странами, которые производят субстанции. Мы констатировали факт, что произвести субстанцию, тут я правильно говорю, Владимир Степанович, это не дешевое дело, так же? Не дешевое, достаточно вредное. Да, да, это все непросто. Мы же можем здесь создавать совместное производство, а он притащит любую сюда субстанцию. У него связи колоссальные в мире и уважение. И мы можем здесь производить лекарства и даже отсюда некоторые покупать в Беларуси. Так же можно действовать. Александр Иванович, рано в рамках рабочей группы очень подробно обсуждался этот вопрос. Мы очень рады, что в Узбекистане есть возможность и овсетные договора заключать, и гарантируя сбыт. И мы договорились, что будет проанализирована, во-первых, нормативная база, что мешает взаимно обеспечить облегченную регистрацию препаратов. И параллельно будет определен перечень тех препаратов, которые наиболее востребованы в Узбекистане с перспективой на возможность продажи соседних стран, для того, чтобы это был проект экономический, были на обеих сторонах. Все это правильно, что касается технической регистрации. Слушай, ну у нас же диктатура. Мы же этот вопрос можем решить быстро. Было бы мнение положительное заключение специалистов Минздрава, мы это решим мгновенно. Главное, чтобы у вас была договоренность, давайте вместе это создавать. Ну и потом мы вот все говорим, я вижу, что кое-что мы где-то не дотянули и прочее. Но это не потому, что президенты не работали в этом направлении. Это значит, где-то вы, члены правительства, министры, где-то чего-то не дотянули мужики. Поэтому давайте вот договорились, надо делать. Переговоры президентов – это не только официальное мероприятие на самом высоком уровне. Если вглядеться чуть глубже, то это всегда, всегда забота о народах, чьи интересы представляют главы государств. Так вот, нынешнее не исключение. Когда Александр Лукашенко говорит о том, что фундамент любого государства – это экономика, президент прямо очерчивает здесь ответственность власти за благосостояние людей. И подчеркивает, допустить падение благосостояния народа нельзя. Поэтому экономике сегодня важно уделять первоочередное внимание. В нашей повестке весьма внушительный экономический блок. Ну, 600 миллионов товарооборотов. Да, такого не было. Но для наших экономик 600 миллионов – смешные цифры. Надо выходить на миллиард в ближайшие полтора, год-полтора и смотреть вперед. Я думаю, что пока есть согласие между правительствами и главами государств, надо многое сделать. Надо завязать наши отношения. Мы готовы внести свой вклад в модернизацию вашей страны. Те технологии, которые вам нужны на сегодня и даже завтра, они у нас есть. Не надо нигде ходить по миру и кланяться. Мы вам это предлагаем с открытым сердцем, ничего не требуя от вас. Ничего. Только на доброй основе мы можем с вами сотрудничать. И вы тоже с нами. Поэтому будем друг друга учиться, но ни в коем случае нельзя тормозить. Я не буду говорить, что мы тут покупаем, продаем. Это все знают, и президент об этом сказал. Но вы должны знать, что у нас этот год, я думаю, это надолго. Не только один год. Это год качества. У нас есть продукция хорошего качества. Вот рынок открылся постсоветского пространства, особенно России. И мы сразу дернулись. Китай заполонил продукции, дешевые продукции, весь рынок. Не прошло и года, особенно уже россияне, ко мне губернаторы ездят, ну, каждый день уже я их принимаю. Дайте белорусское, дайте белорусское. Привыкли? Как вы говорите, мы знаем Белазы. Там в России знают и Белазы, и Мазы, и Камазы наши. Все знают. И автобусы мы начали делать, и электромобили и так далее, как и у вас. Дайте белорусское. А мы сейчас хотим еще больше закрутить качество. Почему качество белорусского хотят? И в Узбекистане тоже так. Сейчас мы его довели до приличного уровня, качество мы подтянем. Так что имейте в виду, у нас техника будет еще более качественной. Мы создаем и будем создавать. Надо сервисные центры создать. У нас комплексные будут сервисные центры. Минпрома, допустим, это МАЗ, Белаз, тракторный завод, еще что-то. Все, что мы продаем, мы под одной крышей это сделаем. Допустим, в Ташкенте или еще в каком-то городе, чтобы ваши люди могли... Было бы здорово, это был хороший опыт бы, понимаете. Когда есть сервис, сейчас легкани и фермеры совершенно по-другому относятся. Любой компанией. А вы правильно говорите, если сегодня у нас 10 тракторов, из них 5 это Белоруссия. Из 10, короче, должно быть 7. Для начала, а не 5. Поэтому все, что надо принять сейчас решение, мы уже созрели до того, давайте сейчас примем. Сейчас, как никогда, важно действовать быстро и решительно, не тормозить и уж ни в коем случае не откладывать реализацию договоренности в дальний ящик. От этого напрямую зависит наш общий успех развития двусторонних отношений. В экономическую главные ориентиры сегодня для нас и Узбекистана импортозамещение и технологический суверенитет. С учетом производственных интеллектуальных ресурсов наших стран видим огромный потенциал машиностроения, агропромышленном комплексе, легкой промышленности. Мы отдельно остановились на теме углубления кооперации в сферы фармацевтики, включая вопросы изготовления в Узбекистане белорусских лекарственных препаратов и создания новых совместных производств. И еще одно серьезное направление – работа с третьими странами. Все условия для этого в Узбекистане созданы. Для нас это очень интересная тема. Сегодня наша страна представляет из себя сильнейший индустриально-промышленный центр как региона, так и Евразии. Все потому, что в свое время, когда Советский Союз распался, мы не стали ломать то, что нам досталось наследство от этой великой державы. Бережно мы сохранили наследие и постепенно на этой базе нарастили компетенции в разных отраслях. И сегодня таким странам, как, например, Узбекистан, являющимся добывающим ресурсным центром, Беларусь готова и предлагает свою помощь. Здесь востребованы наши технологии, машиностроение, горнодобывающая техника и многое-многое другое. Нам для братьев ничего не жалко. Чем можем, тем всегда подсобим и поможем. И мы братские республики. Правильно сказал президент Беларусы, и Узбеки очень похожий народ. Толерантные, гибкие. Они не смотрят в огород чужим людям, никого ничего не отбирают, не собираются воевать. Мы трудолюбивые народы и готовы свое счастье сами искать и находить. Поэтому мы предлагаем Узбекистану. Приезжайте и посмотрите. В сельском хозяйстве мы договорились о строительстве фабрик по производству мяса, курицы, яйца. И не потому, что там не хватает чего-то может быть в Узбекистане, потому что мы, как президент предложил, мы можем это продать соседям. Обычный земной подход, мы его придерживаемся. И готовы вместе работать и продавать там и мясо, курицы, бройлеры выращивать здесь. Даже я предложил больше фабрик строить. Понятно сразу, зерно надо. Зерно мы купим сегодня в России по дешевым, невысоким ценам достаточно зерна. Купили дешевое зерно, переработали здесь, продали на третьих рынках нашей технологии. Мы это хорошо умеем делать. Так почему ее не произвести здесь и не продать за забором в Афганистане? То есть мы исходили в переговорах от земного и шли от подребностей узбекского народа, белорусского народа и соседей. А их, как известно, не выбирают, они от Бога. И я поддерживаю политику президента Узбекистана, который старается по-человечески выстраивать отношения с своим южным соседом, с Афганистаном. Поэтому у нас торговля с третьими странами занимала достаточное место на переговорном процессе сегодня. А вообще это в узком составе, как сказал президент, была встреча не просто друзей, а очень близких друзей и братьев. Мы понимаем друг друга, мы понимаем, что мы упустили. Нам надо догонять. И я всегда своему брату говорю, знаешь, он когда начинает завидовать Беларуси, вот там, я говорю, 10 миллионов накормить и 40 миллионов разница. Да еще надо восстановить то, что потеряно. Поэтому, Шавкат Мирамонович, вы знаете мое отношение к вам, к узбекскому народу. Все, что у нас есть, мы уже не говорим о темах, о которых сегодня не говорят. И я ему сказал, все, что ты увидишь в Беларуси и тебе надо будет, мы готовы прийти на помощь с высокими технологиями и сделать то, что ты попросишь. Умять выстроить доверительные и дружественные отношения, хотя говорят, что в политике дружбы не бывает, но Беларусь за последние годы разбила это убеждение в прах, отличительная особенность нашего президента. И за эту черту Александра Лукашенко его коллеги по цеху ценят и уважают. Двери Беларусского дома для тех, кто идет к нам с добрым, чистым сердцем и мыслями, всегда открыты. И даже расстояние в почти 7 тысяч километров не помеха для сотрудничества. Напротив, стимул стать еще ближе. Как это сделать, на минувшую неделю обсуждали во Дворце независимости. В гостях снова российские коллеги. В нынешний раз солидная делегация с Дальнего Востока Камчатского края. Цели и планы по развитию сотрудничества серьезные. Среди приоритетных тем для взаимодействия, безусловно, торговля. А еще пассажирский и коммунальный транспорт, агропромышленный комплекс и реализация масштабных проектов по типу Пенжинской приливной электростанции. Камчатская делегация в Минске – самый яркий пример. Беларусь сегодня дружит и активно работает со всей Россией. И останавливаться в углублении контактов мы точно не намерены. Географическая отдаленность Камчатки от Беларуси не должна препятствовать решению тех задач, которые мы должны решить, нашей дружбе, сотрудничеству. Я убежден, нам удастся найти возможности, чтобы без лишних посредников выстроить наши отношения. Этим самым мы добьемся того, что продукция, которую мы поставляем туда и обратно, будет намного дешевле. Говоря о перспективных проектах, следует упомянуть о вашей грандиозной задумке по строительству в Охотском море Пенжинской приливной электростанции. Определенные компетенции у нас есть, вы можете уточнить, если мы вам пригодимся в плане проектирования и строительства этого объекта, будем рады принять участие в этом знаковом строительстве. Камчатский край славен своими уникальными морскими богатствами, рыбными богатствами. Наверное, это будет очень правильно и выгодно, если мы попробуем наладить сотрудничество в этой сфере. Хотя я очень часто и много, бывая и во Владивостоке, и разговаривая с другими должностными лицами, интересовался поставками в Беларусь на это расстояние рыбной продукции. Мне все в один голос говорят, что там можно и добывать, продавать и закупать продукцию где-то поближе. Ну, это известный маршрут, но нам хотелось бы, чтобы мы попробовали все-таки поставлять от вас эту продукцию. У нас в этом плане большой дефицит, поэтому было бы очень выгодно. Если вы не будете против, у нас есть специалисты, которые проработают этот вопрос. Чтобы убрать несколько, как я уже сказал, ненужных посредников, мы готовы также в этом плане работать. С перспективной моделью развития сотрудничества может в этом плане выступить такая проблема, как создание ваших перерабатывающих производств в нашей стране. Если это будет выгодно, можно попробовать. Мы создадим самые благоприятные режимы для работы и поставки вашей продукции в любую точку, куда вам будет выгодно. Особо хочу отметить, что инвестиции добросовестного бизнеса у нас надежно государством защищены. Это вы можете даже не думать и не обсуждать, если вы решите здесь работать. Все будет так, как мы с вами договоримся. В Беларуси существует большая сеть торгово-логистических комплексов, оборудованных всем необходимым, включая подъездные пути, условия хранения, сортировки товаров к вашим услугам, если в этом будет необходимость. Сами захотите что-то здесь построить, окажем соответствующую поддержку. С учетом ваших планов по увеличению самообеспеченности Камчатки молоком, мясом, мы готовы предоставить нужное оборудование для сельскохозяйственных комплексов, молочно-товарных комплексов. Имеем богатый опыт по созданию производств молочной продукции, в том числе детского питания. Знаю, что это везде в России направление перспективное. Хотел бы обратить ваше внимание и прежде всего на туристическую сферу. Растут объемы внутреннего туризма. Беларусь посетили в прошлом году более миллиона россиян. Я думаю, что могут приехать и больше, мы с удовольствием их примем. Едут они сюда не потому, что у них нет такого места, как Беларусь, а потому что мы к россиянам относимся с величайшим уважением. В 2023 году Беларусь и Камчатский край на 9% нарастили внешний торговый оборот. В минувшем году экспорт беларусской продукции в Россию составит около 26 миллиардов долларов. Что говорит лишь об одном – для выстраивания сотрудничества мы выбрали нужные и верные подходы. Но товарооборот между Беларусью и Россией, и президент всегда это подчеркивает при встрече с представителями российских регионов, может и должен расти. И несмотря на приличное расстояние от нас, Камчатка в этом плане не исключение. Товарооборот между сторонами сегодня имеет существенный потенциал для роста. Здесь в первую очередь необходимо улучшать логистику, делая ее максимально бесшовной и без посредников. Не менее важен Северный морской путь. Камчатка сегодня – это восточные ворота Северного морского пути. Позволяют сделать логистику в два раза дешевле и в два раза короче. Это реально альтернативно Суэцкому каналу. В этом году грузооборот превысил 20 миллионов тонн. А когда мы говорим о сотрудничестве с Беларусью, конечно, самый главный вызов – это расстояние. Так вот, расстояние может быть преодолено Северным морским путем, доставляя в Беларусь востребованную продукцию в виде водно-биологических ресурсов. А Камчатка – это главный рыболовный регион Российской Федерации и один из важнейших регионов промысла в мире. И встреч на поставке сельхозпродукции, продовольственных товаров, товаров лакокрасочной отрасли экономики могут обеспечить грузооборот. Договорились о том, что вместе будем прорабатывать всю логистику, включая и развитие портов Мурманской области, с тем, чтобы сделать доступнее и ближе наши регионы. Главное – знать, куда и с кем идти. Тогда точно успех гарантирован. Пока Беларусь по кирпичикам выстраивает с дружественными нам партнерами долгосрочный фундамент отношений, Европа утопает в фермерских протестах. Выступление аграриев проходит уже в 12 странах Евросоюза. Блокированные ключевые дороги, транспортные заторы, всюду тракторы – так выглядит европейская действительность сегодня. Требования фермеров из Германии, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Греции и других стран схожи. Аграрии заявляют, что в текущих условиях их работа стала невыносимой. Всему виной экологическая повестка Евросоюза – лишение сельхозработников субсидий на покупку топлива и удобрений, дешевая продукция из Украины, лишь добавляет масла в огонь. В свою очередь, руководство ЕС в ближайшее время, очевидно, проблему не решит. Стратегическую концепцию о будущем сельского хозяйства здесь планируют представить только к концу лета, то есть уже после выборов в Европарламент. Протесты, конечно, начались не из-за Украины, не это главная причина. Главная причина протестов, которые начали и польские фермы, подхватили немецкие, французские, итальянские фермеры, она заключается в решении Еврокомиссии убрать субсидии, которые у фермеров были. Но при этом, да, не последнюю роль во всех этих проблемах является украинская дешевая, некачественная с точки зрения европейских фермеров продукция, которая заполонила европейские рынки, поскольку два года тому назад Еврокомиссия убрала всякие барьеры и ограничения для этой продукции, для этих товаров. И мы помним, как самостоятельно страны, некоторые Восточные Европы, в первую очередь Польша, затем и Словакия, и Венгрия, и Румыния, вводили ограничения, запреты на ввоз определенного рода товаров, в частности зерна украинского. Но ясно, что это в конечном итоге раздражает фермеров, когда, извините, ты не можешь свою продукцию продать. Тем временем из-за инфляции более 80% европейцев перешли на продукты со скидкой у жителей Германии. К примеру, в категорию деликатесов отправились уже овощи и фрукты. Глава Минфина страны заявил, что государство становится беднее. При всем этом, с начала конфликта в Украине немецкие власти потратили на военную помощь Киеву почти 30 миллиардов евро. Так выглядит забота о народе в Европе. Слава Богу, что мы под надежной защитой и сельским хозяйством у нас все в порядке. И тракторы пока еще стоят на машинных дворах, но уже совсем скоро выйдут на весенний сев поля. В общем и в целом, пока в Евросоюзе штормит, в Беларуси люди живут в привычном ритме. Работают, учатся, созидают на благо государства. Как по мне, выбор, в какой стране ты хочешь жить, очевиден. Не забудьте это 25 февраля. А на сегодня у меня все. Напомню, если вы что-то пропустили, наши программы можно просмотреть в социальных сетях и на YouTube-канале телеканала «Звезда». Спасибо за внимание, берегите себя и своих близких. И до новых встреч в эфире через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова